Здравствуйте, с вами редакция «Момент истин» и я ее ведущий Федор Трусов. Составь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Тема сегодняшней передачи – борьба с наркотиками. То, во что это превратилось в современная Россия, деятельность правоохранительной системы. Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Об этом на примере дела Вячеслава Пирогова мы поговорим с журналистом «Моменты истины» Евгением Гневушевым, только что вернувшимся из Каменского-Уральска. Евгений, здравствуйте. Так наркотики – это зло? Здравствуйте, Федор. Наркотики, безусловно, зло. Но в реалиях России сегодняшней статья 228 превратилась в средство зарабатывания денег и звезд. Право применения, оно у нас сейчас категорически не соответствует даже той правовой базе, которая существует. Так очевиден вопрос. А почему же так? А потому что это выгодно. Потому что это выгодно правоохранителям. И вот такое право применения позволяет возбуждать огромное количество уголовных дел на самом деле там, где либо состава, либо нет, либо он совсем другой, чем предлагает следствие. Вот вы мне, как юрист, скажите, что нужно для того, чтобы данное преступление состоялось? Ну, прежде всего, ответ очевиден – должен быть сам наркотик. Но для того, чтобы был то, что называется наркотик в юридическом плане, должно быть заключение эксперта, который скажет, что то вещество, которое он исследовал, то, что то вещество, которое было обнаружено там у человека при попытке сбыта, при транспортировке, что это вещество есть наркотик. Я вам сейчас расскажу историю, как решили проблему экспертизы в Свердловской области, в городе Каменск-Уральске. В моих руках договор между отделением полиции Каменск-Уральска и Пермской государственной фармацевтической академии. А предмет договора? Предмет договора – это производство экспертиз. То есть, по сути, то, что должны заниматься обычно экспертно-коммунистические центры МВД? Да. А почему же органы полиции Каменск-Уральска заключают договор с фармаакадемией? То есть, которая, по идее, должна учить людей? Да, по большому счету, да. Это вот ключевой вопрос. Пермская государственная фармацевтическая академия проводила химико-фармацевтические исследования в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, по заказу управления МВД России Каменск-Уральска. В период с 2014 по 2015 годы академии было проведено 2020 подобных экспертиз. В данное время исследования на базе фармаакадемии прекращены. Фармацевтическая академия пермская, она не может быть отнесена ни к государственным судебно-экспертным учреждениям по известным причинам, потому что она государственное учебное учреждение. И не может быть отнесена к негосударственным судебно-экспертным учреждениям, потому что она, во-первых, государственное экспертное учреждение, во-вторых, в уставе у нее тоже не записана судебно-экспертная деятельность. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. На основании, на мой взгляд, просто безобразно проведенных экспертиз, тысячи людей оказались осуждены по результатам деятельности так называемых экспертов Пермской фарма-академии. Достаточно только обратить внимание на то, как проводилась эта экспертиза. Они разработали некий методический подход, который они сказали, мы его применяем, потому что он замечательный, хороший и у нас такие возможности. Потому что нам докажутся. Вот так вот эта методика не является, и такой подход использовать для доказывания аналогов нельзя. Практических результатов такие заключения эксперты, как правило, не имеют. И, в общем-то, нужно говорить, если человек сознательно понимает, что он написал глупость, и он сознательно пишет такое заключение с точки зрения признания вещества аналогом, что это заведено ложным заключением экспертов. Но экспертиз, а не таких, за 2014-2015 год наклепали 2020. Это 2020 человеческие судьбы? Да, 2020 поломанных судеб. Это только в одной Свердловской области. А что творится по всей России? В докладе Института проблем правоприменения «Наркопреступления в России» авторы выявили искусственное искажение масс изъятых наркотиков со стороны правоохранительных органов. Отдельной проблемой исследователи называют тот факт, что под наркотиком правоохранителями понимается не чистое наркотическое средство, находящееся в смеси, а вся смесь целиком. Интересный факт. Договор между МВД и фармаакадемией подписывался Одеговой Татьяной Федоровной, которая в данный момент отбывает срок. Ущерб крупный, режим общий. В Перми прошел суд над бывшим ректором фармаакадемии. Экс-руководителя вуза Татьяну Одегову обвинили в мошенничестве. По версии следствия, она причинила серьезный ущерб федеральному бюджету. Отбывает наказание, она не в связи с этим договором, совсем другим делом. Но касательно данного договора сейчас проводится проверка этой организации. Мы считаем, что скорость справедливости все равно восторжествует и объективная проверка приведет к возбуждению уголовного дела. Потому что для этого есть все доказательства. Дело Вячеслава Пирогова. Что по этому делу нам показалось подозрительным? Ну, к примеру, что результаты экспертизы брались из другого уголовного дела и переносились в данную экспертизу. Это же чисто фальсификация материалов уголовного дела. Еще интереснее, откуда появился данный наркотик в этом уголовном деле. Вячеслав Пирогов, 1987 года рождения. Был задержан 12 марта 2014 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области. При обыске в машине под сидением водителя было найдено 4,8 граммов вещества растительного происхождения. Через 17 дней в уголовном деле Вячеслава Пирогова количество вещества выросло до 9 граммов. Именно Пермской государственной фармацевтической академии данное вещество было признано аналогом наркотического вещества. На второй осмотр предметов, которые были изъяты, уже другой следователь по делу... Следователь поменялся. Следователь поменялся, да. По этому делу еще долго изучал. Там непонятно, почему менялись очень часто следователи. Без каких-либо конкретных причин. Следователь поменялся, очередной следователь осматривает пакетики и... И находит в этих пакетиках якобы 7 из 9 пакетиков с каким-то веществом. Два из них пустые, а 7 оказались с чем-то. Вот такие чудеса творятся в полиции Каменск-Уральска. Вещество весом 4,8 грамм превращается в 9 грамм. Вот для меня, как для адвоката, принципиально. В деле есть изначально акт осмотра, есть рапорт оперативника. 4,8 грамма единым пакетиком. Потом 9 маленьких пакетиков отправились на экспертизу. Вот после этого следователь, который вел данное дело, он должен идти под суд. Эксперт, который проводил экспертизу по данному делу, он должен идти под суд. Потому что это явно идет рисование палки. Не то, что сотрудники полиции региона не доглядели, а то, что их плохо контролировала федеральная власть. И понимаете, кому это сейчас нужно? Это что? Министры должны уйти в отставку после этого? Извинениями тогда не отделаешься? Нет. Это не одно дело. Представьте, по делу Ивана Голубнова, министр внутренних дел извинялся по телевизору. А тебе представьте, тысячи таких людей. Десятки тысяч, возможно, по всей России. Он должен десятки тысяч раз извиниться по телевизору? Извинялка сломается. Человека посадили без всяких экспертиз. Люди, те, которые, как говорится, якобы это написали, эти экспертизы, они не имеют ни законного права, ни знаний, не просто сами даже экспертизы, это не оформлено должным образом. Это зарплата, это звезды. И они со делами, эти люди, они видят дела, а людей-то самих не видят, судьбы их не видят. И сейчас возможность, когда появилось, то есть все доказательства есть, что экспертиз не было. Мы понимаем, что на местном уровне добиться справедливости невозможно. Опять Москва? Да, выходит, снова Москва. Следственный комитет, генеральная прокуратура. Необходим регионам волшебный пендель из Москвы, чтобы хоть что-то сдвинулось с места. Ну и в подобном деле, наверное, да, это должно закончиться не просто возбуждением уголовных дел в отношении так называемых экспертов этой Пермской фармакадемии, но в отношении тех сотрудников полиции, которые допустили это дело. Подводя итоги, мы обращаемся с заявлениями в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в Следственный комитет с требованием провести максимально объективную проверку фактов, изложенных сегодня. Мы требуем, чтобы деятельность экспертам Пермской фармакадемии была максимально объективно оценена и виновной понесли всю предусмотренную закону ответственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова